Французские законодатели отказались разрешить эвтаназию. Французский Сенат отклонил поправку в действующее законодательство, которое разрешило бы любому взрослому гражданину страны просить для себя быстрой и безболезненной смерти. Во время заседания Сената, проходившего и дебатировавшего вопрос о внесении поправки разрешающей эвтаназию, группы верующих христиан провели пикет, протестуя против абортов и эвтаназии, во время которого около 700 человек изображали мертвых. Спектакль повторили трижды и, похоже, добились своего. Лучшие итальянские теноры проведут серию концертов в памяти лучан на повороте. Концерты пройдут в России, Америке и Канаде, но премьера состоялась в Израиле. В эти дни израильская публика имеет уникальную возможность услышать арии из опер Россини, Верди, Моцарта в исполнении сразу трех ведущих теноров Италии. Серию концертов в память о лучан на повороте подготовили ведущие солисты Миланской Ла Скала и Королевской оперы Монте-Карло, Отавия Пальмиери, Джованни Ботта, Дения Мацола Гаваццени и Йосиф Эйвазов. Йосиф Эйвазов – талантливый тенор, солист Королевской оперы Монте-Карло, обладатель премии престижных международных конкурсов в Италии и Европе подчеркнул, что этот проект – продолжение идеи великого мастера. Именно поэтому для него так важно участие в этом мировом турне. Я очень хочу, чтобы этот тур запомнился людям, чтобы, может быть, немножко своим искусством, немножечко, может быть, улучшили бы кому-то жизнь, может быть, кому-то подарили минуты счастья. С Мадам Гаваццени мы уже выступали не раз, у нас было очень множество концертов, особенно во Франции. Это Монте-Карло, Ницца, вот готовится сейчас очень крупный концы гала, концерт во Перенице, а с Отавио Пальмири, с Чезарь Рут – это первый раз. Это безумно очень приятные, хорошие люди, большие профессионалы, мастера своего дела. И я безумно рад, что как бы вот этот вот проект «Три тенора» начинаю с ними, потому что этот проект имеет продолжение не только в Израиле, но и за пределами Израиля. Поэтому это люди, с которыми нам комфортно, мы шутим, разговариваем, смеемся. То есть это как одна семья. Лучано Поворотти, который был для нас всех не только как бы наставником в оперном искусстве и педагогом, но и также был еще другом и очень близким человеком. Поэтому мы не можем не почтить его память. Израильские любители оперы тепло встретили итальянских артистов. Мне посчастливилось в жизни работать с маэстро Поворотти. Это было очень запоминающееся событие. И я предложила организаторам сделать концерт «Трех теноров», который был бы посвящен памяти маэстро Поворотти. Естественно, я не могла не участвовать сама. Для этих концертов я выбрала теарии, которые исполняла вместе с Лучано Поворотти. Это наш первый концерт-турне, и судя по реакции публики, все хорошо. Мы довольны теплым приемом израильтян. Настолько редко к нам приезжают, к сожалению, такие великие звезды. И я считаю, что это очень достойный концерт именно в памяти Поворотти, потому что очень достойный исполнитель. Публика не только русскоговорящая, и ивритоговорящая здесь. В общем, если бы такие концерты проводились чаще, было бы очень хорошо. Меня только смущает несколько то, что, к сожалению, нет молодой публики. Я имею в виду публики 20, может быть, там, 18 лет. То есть публика несколько за 30 в основном. Это, конечно, очень грустно. Мне очень понравилось. Очень хорошие солисты. И такая атмосфера, вот как будто бы ты находишься в этом театре. Лучано Поворотти был величайшим тенором современности, символом Италии. Те, которым посчастливилось слышать его, не могут забыть этот удивительный голос и совершенное вокальное мастерство. Он был и остался легендой оперной сцены. Концерты памяти великого маэстро пройдут в России, Канаде и Америке. День сурка отмечают сегодня в ряде городов Соединенных Штатов и Канады. По поведению грызуна люди пытаются предсказать, насколько долго будет зима. Если сурок увидел свою тень, значит зима будет долгой, гласит поверье. Чтобы узнать, сколько еще холодов придется пережить в этом году, люди собираются у норы грызуна задолго до рассвета. Во время церемонии сурок должен вылезти на поверхность. Если он испугается и вернется в нору, это значит, что людей ожидает еще полтора месяца зимы. Если же сурок не увидит свою тень, значит холода скоро пройдут. Эта народная традиция, которая восходит еще к античным временам, широко известна в Америке. Про грызуна Фила из пенсильванского Панксатония говорят, что он предсказывает погоду с точностью по разным оценкам от 40 до 90%. Однако на днях на Пенсильванию обрушилась снежная буря. Поэтому неизвестно, будет ли Фил, как и другие сурки, предсказывать сегодня погоду. И сможет ли он в этом случае разглядеть свою тень. А что касается России, то, судя по всему, весна не за горами. В Москве и Петербурге сегодня около нуля. Всю неделю синоптики ожидают снегопады и гололедицы на дорогах. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова